Сейчас потребуется формула не такая, как я написал, как утромионы во всей их красоте. А именно, я не смогу ничего сделать сейчас, если я не выпишу по-честному, что бывает, когда утромион умножаешь на утромион. А плюс ВИ плюс СЖ плюс ДК. Такой вот втромион. Умножаем на втромион. Х плюс... Это, на самом деле, сейчас целая проблема, но эту проблему мы решим так. Я сначала все умножу на А. Согласитесь, что это не проблема, да? Я сначала все умножу на А. Потом я пройду и напишу везде умножить на ВИ. Получится ВХТ. Дальше получится минус ВИ. Так, И на Ж это К плюс ВЗК. И теперь И на К это что у меня будет? Это минус Ж, правда? Минус ВТЖ. Так, я уже написал две строчки. Осталось еще чуть-чуть. Осталось еще чуть-чуть. Плюс СХЖ. Так, видите? Значит, Ж на И это минус К. Минус СУК. Ж на Ж это минус И минус СЗ. Ж на К это И. Плюс СТИ. Так, ну осталась общая строчка. ДЗИ. И, наконец, минус, минус, минус ДТ. А вот теперь будет очень важное заявление. Вот давайте, это был у меня некоторый кватернеон. Давайте его обозначим. А вот этот кватернеон обозначим его П. Ребята, есть такая штука, как сопряженный кватернеон. Это А минус ВИ минус СЖ минус ДК. И есть сопряженный кватернеон П. Это Х минус ИГИ минус ЗЖ минус ДК. Так вот, когда вы умножаете для комплексных чисел, наверное, это все помнят, А плюс ВИ умножаете на А минус ВИ, то что получается по формуле радости квадрата? А в квадрате. А в квадрате плюс В в квадрате. Потому что И в квадрате это минус 1, так? Да. А вот для кватернеонов. Когда вы умножаете У на У с чертой, посмотрите, что тогда будет. Квадратеон, насопряженный к нему. А квадрат? Будет просто сумма квадрата всех его координат. Давайте я немножко начинаю. Потому что ИЖИ – это минус ЖИ. Я думаю, что это... Посмотрите, приглядитесь и вы поймете. И второе, что когда вы берете произведение в квадратеонах и его сопрекаете, то на самом деле им трудно проверить, что это произведение вот в таком порядке. А теперь объясняю, почему это здорово. Потому что когда вы берете Q, P сопряженная, по только что написанной форме, P сопряженная, Q сопряженная, Q, P. А вот эта штука, вы знаете, это вещественное число, это сумма квадрата. А значит, она выносится, и здесь опять получаете сумму квадрата. Ребята, длиной квадрата называют квадратом. Квадратный корень из А квадрат плюс В квадрат плюс С квадрат плюс Д квадрат. Это модуль квадратеона, длина квадратеона У. Соответственно, корень из Х квадрат плюс У квадрат плюс С квадрат плюс Д квадрат Это длина квадрофеона П. И мы только что показали, что произведение длинное – это длина произведения. А минус ВИИ минус ЦЗ. Дальше. Минус ДТ. То есть так далее. Нет уж нет. Минус ДТ. Это в квадрате. Теперь нужен коэффициент при ВИИ. А ИВИ плюс ВИИ. А ИВИ плюс ВИИ. Дальше что у нас? Плюс ЦТ. И в нижней строке минус ДЗ. Отлично. Так, всего осталось еще два предполагания. Кэффициент при ЖИ. А, З. Из второй строчки. Минус БТ. Из третьей строчки. Плюс ЦХ. И из четвертой строчки. Плюс ДИ. Так, и наконец коэффициент при СК. Кэффициент при К это АТМ. Так, это долго осталось. Плюс БЗ. Минус ЦЮ. Точно, минус ЦЮ. Плюс ДИ. Плюс ДИ. Плюс ДИ. Вот. А теперь рассказываю. Доказательство теоремы Лакаджи. О том, что любое нейтральное число представимо в виде суммы квадратов четырех целых чисел. В принципе, можно было бы начать просто с выписывания вот этой формулы. И со слов, без всяких бутернионов, легко видеть, простые в скобки, что верно вот такое равенство. Можно? Можно. На самом деле, бутернионы придают этому равенству смысл. Чтобы действительно получить формулу, к сожалению, нужно еще одно хулиганство. Хулиганство заключается в следующем. Мне нужна не эта формула, к сожалению, а эта формула, в которой перед Y, Z и T заменены знаки. Ну, просто по-другому у меня не получится. Итак, перед Y, Z и T, где меняют знаки? Значит, здесь будет плюс, перед Y, Z и T. Здесь будет минус. Понятно, да? Здесь будет минус, здесь будет плюс, здесь будет минус. Перед y, z и t, здесь будет минус, здесь будет плюс, здесь минус. Перед y, z и t, здесь будет плюс, здесь будет минус, да? И здесь будет минус. Так, теперь, смотрите, представьте себе, что у вас какое-то число представлено в виде суммы 4 квадратных. И другое число представлено в виде суммы 4 квадратных. Вы понимаете, что эта формула тогда дает представление для произведения в виде суммы 4 квадратных? Да. Поэтому, на самом деле, для того, чтобы доказать теорию Лагранжа, достаточно ее доказать для простых чисел. Замечательно. Для простого числа 2 проблем нет. 2 это 1 в квадрате плюс 1 в квадрате плюс 0 в квадрате плюс 2 в квадрате плюс 2 в квадрате. Отлично. То есть, твой проблем нет. Теперь, берем какое-нибудь простое число b. и предполагаем, что для всех меньших чисел мы уже задачу решили. После этого, пишем такую лему. Лему. Если b простое, то существуют такие целые числа, что x квадрат плюс y квадрат плюс 1 делится на b. Поскольку при этом можно считать, что число x по мудрю меньше, чем b пополам, то у нас вот это число меньше, чем b квадрат делим на 4, это меньше, чем b квадрат делим на 4, и, соответственно, вся эта сумма, безусловно, будет меньше, чем b квадрат делим на 4. То есть, у нас есть такие числа x квадрат, y квадрат и единица, что их сумма, это b умножить на m, где число m меньше, чем b. m натуральное число, которое меньше, чем b. Потому что x квадрат, он, глядь, по мудрю, меньше, чем b пополам. После этого, господа, нужно сделать следующее. Нужно для числа p рассмотреть всевозможные суммы 4 квадратов, которые делятся на это самое p. И из них взять самую маленькую. Берешь числа 0, 1, 2 и так далее, p минус 1,5. Вы согласны, что такие числа существуют? Согласны. Согласны. Замечательно. Взяли вы эти числа. Каждое из них вы возводите в квадрат. Итак, p нечетное число, поэтому p минус 1 пополам, это некоторое число вполне себе конкретное. Давайте вам вот так и эти. Вы берете такие числа, 0 в квадрате, 1 в квадрате, 2 в квадрате, l в квадрате. Сколько их штук? Их l плюс 1. Их l плюс 1. После этого вы берете такие числа, 1 минус 0 в квадрате, 1 минус 1 в квадрате, 1 минус 2 в квадрате и так далее, 1 минус f в квадрате. Сколько таких чисел? 1 плюс 1. Тоже 1 плюс 1? Замечательно. Так, очень важно. Это все по модуру p разные числа. Почему разные? Потому что если x квадрат дает такую же остатку, как y квадрат, то в таком случае x квадрат минус y квадрат делится на f. Но это x минус y умножить на x плюс y. А чтобы делиться на f, надо, чтобы или разность делилась, но это невозможно, или разные остатки. Либо сумму, но это невозможно, потому что мы знаем, что остатки у нас меньше, чем, ну, меньше половины. Не больше, чем помидор ценит пополам, а значит, сумма не разделится на f. Итак, они все разные, и я думаю, что, кстати, маленькая проблема, что такое 2 и плюс 2? Ребята, 2l это p минус 1, значит, 2l плюс 2 это p минус 1. Значит, обязательно какой-то из вот этих вот чисел вынужденно будет давать такой же остаток пределения на b как 1. Потому что когда у вас есть плюс одно число, обязательно среди них есть два числа, дающие один и тот же остаток пределения на b. Значит, я лему доказал. Что дает лему? Значит, из-за того, что x и y можно считать, что они не больше, чем b пополам, у нас сумма квадратов вот этих меньше, чем b квадрат. Значит, лемма дает существование такого числа m, что b умножить на m, это сумма вот такая. И m при этом меньше, чем b. А вот теперь, ребята, я беру и говорю, что благодаря тому, что я только что сделал, существует сумма 4 квадратов. Дело в том, что сумма 3 квадратов, сумма 4 квадратов, это сумма 3 квадратов плюс 0 в квадрате. Соответственно, если мы доказали, что бывает такое, то значит, мы доказали, что бывает сумма 4 квадратов вида p умножить на какое-то натуральное число, которое меньше, чем b. Так вот, из этих самых натуральных чисел мы возьмем самое маленькое. И давайте договоримся, что x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс m квадрат это п умножить на m. m при этом меньше, чем b. А дальше буряльная идея. Мы берем и говорим, что вообще-то мы можем взять остатки от чисел x, y, z и t и эти самые остатки и эти самые остатки обознавались буквами а, b, c, d. и у нас получится потрясающая штука. Что мы можем считать, что а меньше, чем m в полам, а соответственно, а в квадрате будет меньше, чем... Что делать, если m черное? Тогда здесь будет меньше или равно, у нас ничего не получится. Ну, про черное потом. Пока пусть не черное. Тогда это будет меньше, чем m в полам в квадрате, меньше, чем m в полам в квадрате и меньше, чем m в полам в квадрате. Соответственно, это все будет меньше, чем что? 4m в квадрате. Чем m в квадрате. Правильно? И у нас получится замечательная вещь, что вот это число делится на m, а заодно и это будет делиться на m, и это будет делиться на m, и это будет делиться на m. То есть мы получим такую штуку. Вот это вот, это произведение, это произведение b умножить на m. И здесь у нас будет число, которое будет иметь вид m в том, альфа. Да? И при этом альфа у нас будет меньше, чем m. И тоже правильное число. И все это будет суммой квадрат чисел, которые будут делиться на m. То есть это будет иметь вид такой. m умножить на x1 в квадрате плюс m квадрат, плюс m квадрат умножить на y1 в квадрат, плюс m квадрат z1 в квадрат, плюс m квадрат t1 в квадрат. Где мы на m квадрат поделим, и получим, что мы получили новую сумму квадрата, она опять делится на p, а может уменьшиться. Так, единственное, что я должен объяснить, почему же они-то все на m будут делиться, и что же делать, когда черное число. Ответ на эти два вопроса очень просты. Ребята, вы брали остатки деления на m. В общем, остатки брали, ну, то есть, если большой остаток, то, честно, вы его сдвигали. Остатки брали не больше, а как по-полам по модулю, да? Если вы брали остатки, то i и x сравнимы по модулю m. Поэтому по модулю m здесь написано фактически x квадрат, то есть y квадрат, то есть z квадрат, то есть t квадрат. А это у нас делилось на m. Отлично. А дальше, смотрите, у нас, еще раз, помните, а и x, это более-менее одно и то же, по-моему, 2. Значит, у нас фактически здесь минус x y плюс b и y, это более-менее одно и то же, плюс y и x. Вот это дает 0, по-моему, 2. Дальше. Мы договорились, что c остаток отделения z. Поэтому здесь у нас будет по большому счету минус z, t, по-моему, m. А d это остаток отделения d. Поэтому у нас будет плюс t, z. Поэтому здесь вот это даст тоже ноль. И там везде так же. Поскольку по модулю m у нас а это x, по модулю m, b это y, c это z, то вы когда напишите вместо а x, вместо b, y, вместо c, z, а вместо d, t, то обнаружите вдруг, что у вас действительно здесь просто получились нули, а здесь сумма квадратов, которая делится. Так, ну и последнее. Почему же с четным? Что делать для четного числа? Ответ очень простой. Ребята, если представить себе, что у вас есть сумма квадратов, которая является четным числом. Сумма четырех квадратов, которая является некоторым четным числом. То вообще-то есть простые варианты. Либо все эти числа четные. Ну тогда, извините, просто число 4 выносим, все делим, все получилось. Либо 2. Либо все они нечетные, либо 2 четных, 2 нечетных. Ну давайте, например, пусть они все нечетные. Тогда, если вы пишете вот так, то вы очевидным образом получаете число m. Ну это просто формула из фольдаунга. Вы получаете m. А если из них 2 четных, 2 нечетных, ну например, x, y нечетные, z, 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 z четные. Ты так самому. Для четных z, 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 z. То есть, вы просто объединяете числа одной четности вот так вместе. Так, значит, ребят, извините, что я не нужен по времени. Что самое? Итак, теорема Лагранжа доказывается вот таким вот способом. Называется метод бесконечного спуска.